Всем привет! Мы продолжаем проходить 9th Original Sin, ну и как вы помните в прошлом эпизоде мы внезапно узнали, что в бою можно сохраняться. Ух ты! И собираемся это использовать в наших целях. Тут про нас напали три снеговика, ну и мы собирались помочь вот этому элементарному изменнику. Несмотря на то, что он изменник, ну, знаете, предатель одних это друг другу. Поэтому давайте уничтожим. Снеговиков, ну и попробуем его все-таки на нашу сторону как-то переманить. Опять, кстати, я вспомнил, что у нас с вами совершенно нет огня, ну, у Клары совершенно неподходящие скиллы для вот этой всей ситуации. Ну, точнее, не скиллы, а посохи джезного, потому что она ими будет лечить в основном. Ну, сейчас посмотрим. Если Дункан резко не свалится, то все будет хорошо. Он цыгарно. Мда. Охлаждением он нам вряд ли поможет. Ну, а замедление, кстати, да. Замедление нам на пульсу должно сыграть. Призвал еще одного элементаря льда, но... В огонь встань. Нефть. Желтко, что они разошлись. Сейчас бы мы их огоньком немножко и порадовали бы. Ладно, у нас есть с вами... Где оно? Порча? Не-не-не-не-не-не-не. Экзорцизм. Давайте сразу вот так вот сделаем. Эй! Хорошо, у нас ровно хватило на экзорцизм, так что нормально. Ничего страшного. Беды не произошло. Ну, ладно. Было бы здорово ей чуть выйти вперед, чтобы еще и попасть по мадоре. А, да. В принципе, могла бы это сделать, но не стала. Ладно. Этот замедлен. И этого мы сейчас кулаком попробуем сбить в лепешки. Иногда он... Обидно. Ладно. Ну что, Анцигар, показывай. Ну, хотя бы он... Хотя бы он им наносит урон, хотел сказать я. И тут же он подлечил одного из них своей атакой. Хорошо. Угнен в элементаре призываем. Скорее всего, он здесь будет просто королем этой битвы. А, Дункан, все. Ну что? Да ничего. И давайте вот этого просто бомбардировать. Ох, как хорошо. Ох, как хорошо. Как прекрасно. Да, огненный элементарь такая штука, которая оказалась очень ситуационной. Ну, в данном случае, в Киберхайме, замены ему, наверное, не найти. Удар. Ага, он прохлил нашего огненного элементаря. Кстати, мы могли бы его поставить... Ну, в смысле, нашего элементаря огня поставить в огонь. И он бы там лечился. Ой, оглушили. Супер. Мадора. Калечащий удар. Есть. Ну, вещи не действуют, но все равно урон хороший. И давайте кни его. Так. Этот. Блин. Ладно, его дострелит... Бердадир. А вот этого мы попытаемся дофигачить. Не сказать, чтобы бой был очень серьезный. Если бы наш помощник не лечил бы врагов. А он еще периодически наносит им критический удар. То есть критически их лечит. Угу. Ха. Смешно. Жух. Тепло и, наверное, землю. И давайте его уже доколбасим, если получится. Не получилось. Клара лежит. Эй. Ну, они... Я не понимаю. Они, короче, друг друга активно лечат. Так. Этот должен умереть. Он это делает благополучно. Оп. Мадора. Любого из них можно добить. Скорее всего, она сейчас обоих добьет. Осталось. Ага. И осталось. Я успел сохраниться. О, да. Я чувствую себя подснежником в первый день весны. Скажи, я похож на зимний цветок? Хотя, постой. Сперва благодарность. Да, тебе очень повезло, что я спас твою шкуру от этих отвратительных снеговиков. Говорят, из-за тебя в Хейберхэме началась война. Та заварушка, что ли? Да я уже забыл об этой ерунде. Много дыма, почти без огня. Не понимаю, с чего король Скаде вообще поднял столько шуму из-за какого-то маленького колечка. Кстати, о нем. Он все еще безумен? Расскажи мне о Хейберхэме. Ну, должен сказать, что тут стало несколько метельнее, чем раньше. А вот кровавых полей сражений теперь гораздо меньше. Если подумать, что сейчас действительно творится что-то неладное, меня вот тянет проломить башку элементалью огня на глазах его жены и детей. Это нормально? Что ты знаешь о королевской сокровищнице? О, да почти все. Ее сундуки полны золота и ценных реликвий. Но главное сокровище надежно скрыто от недостойных глаз. Если они вернули кольцо зимы на прежнее место, я с удовольствием расскажу, как его стащить. Пусть эти снежинки растают от злости. Все, что тебе нужно, это талисман короля Скади. Они были у всех гвардейцев, но после моего приключения их отобрали и уничтожили. Все кроме одного, иначе до кольца было бы не добраться. Понятия не имею, где этот талисман сейчас, но не сомневаюсь, что такие проницательные типы, как вы, его быстро найдут. Раздобыв талисман, помести его поближе к сердцу и ступай в сокровищницу. Встань прямо посередине, чтобы горы золота были у тебя под ногами. Прояви немного терпения и кольцо будет твоим. Я ухожу. Если у тебя все, я, пожалуй, исчезну. Не хватало только, чтобы меня выследили эти жирные снеговики. У меня больше нет вопросов. Тогда прощаюсь, спасибо за свободу. Я бы сказал, что я перед тобой в долгу, но мы вряд ли встретимся когда-нибудь еще. Да, из этого чувака помощник, как из говнофуля. Хорошо, давайте здесь расчистим все, что можно, чтобы мы опять с вами не скользили. Древко стрелы тоже может пригодиться. Ну и посмотрим, что в сундуке. Все-таки какая-то никакая награда мне бы хотелось. О, непонятное кольцо. Сопротивление земле. Ладно. О, жезл. Кстати, вот жезл. Это Дункан все забрал. Дункан все забрал. Так, самое новое. Жезл передадим к Ларе. И, наверное, жезл воды, хоть он и дает ей лидерство, но в данном случае это не то, что нам нужно. Поэтому давайте его заменим на жезл воздуха. Урон у него, в принципе, такой же. Но мы хотя бы сможем атаковать вот этих всех снежных врагов, не вызывая лишних проблем для себя же. О, тут немножко золота. Давайте пробежим. Ладно, погорим, погорим. Черт, пустяк. Не, не погорели даже. Ветка, хорошенький металлический шлем. Все это пригодится. Так, а, ну, нам тут что-то имп, помните, говорил про то, что есть где-то огненный лагерь, где нам надо уничтожить элементарий, чтобы он нам помог. О, о. Да что ж такое-то? Ладно. Ничего страшного не произошло пока что. Пока что. Здесь у нас поворот никуда. И вот тут что-то есть. А мы можем с другой стороны обойти. Мы могли с другой стороны обойти. Давайте попробуем это сделать. Только, ребят, вот этот лед обойдите, а. Не, в какой-то момент, конечно, было весело, что у нас все падали как будто ходить только учиться. Ой, элементарий льда. Ну-ка. А что они тут делают? И что они хотят? Не совсем понятно, но мне не кажется, что они очень дружелюбные. Они не очень дружелюбные. Ну, ладно. Дело их, на самом деле, потому что мы сейчас вызовем элементарий огня и, наверное, быстро их расколбасим. Оглушение не подействовало, к сожалению. Ну. Как минимум, мы можем их атаковать. Во. Слово о птичках. Кларель. Все, Мадора. Мадора, Мадора. А ты не хочешь кулаком попытаться их спить? Мадора не смогла. Ладно. Ладно. А с разгона влететь? Ну, пусть влетит. Да, спить их практически не получается. Я, кстати, настолько удивился легкости прошлого боя, что забыл подлечить. Ну, ничего. Страшного не произошло, потому что, ну, два элементария льда вряд ли нам смогут задать трех. Но не заморозили Мадору. Но это лучше, чем... Уф! Я забыл, что огонь, конечно, льду может тащить, но при этом обратное тоже совершенно верно. Ай. Ай-яй-яй. Мадора выстоит. Мы в Мадору верим, она крепкая у нас. Ну, зато в ответочку мы тоже им приносим много-много урона. Раз. Теперь. Вот этого товарища мы сейчас дофигачим. Готов. И осталось финального. Есть. Только опять все в воде. Ребята, нет-нет-нет, в лед не ходите. Не ходите в лед. А... И я думаю, живая вода нам здесь поможет, просто чтобы быстрее подлечиться. Раз. И... Мадору на этот раз таки вылечим. Два. Ну, а Дункан давно надо было уже гвозди вставить в ботинки, но я вместо этого бегаю и зачищаю заклинание всю территорию. Ну, с другой стороны, не зря же мы его убрали, правильно? О, сущность воды. И огня. Ммм. То есть все-таки разговоры о том, что элементали тут друг друга перестали любить, это все и сущность воздуха. Ай. Ладно, я не комментирую. Это песенка старая. Дункан, проснись. Есть. У нас здесь... Хм. Тут, кстати, портал. Почему бы нам его и не взять? В этот раз и... Ух ты, элементали земли и элементали воздуха. Кажется, они сражаются друг с другом. Вопрос, есть ли у нас способ их примирить. Может, кролик что-нибудь знает об этом? Кролик. Здесь полно огромных каменных людей. Интересно, что у них в брюхе? Ну, вряд ли у них крольчатина там. Ммм. Ну, о. Прошли через огонь раз. Ага. Здесь все друг другу не рады. Посмотрим, все ли они враждебны. Ну, кажется, да. Ладно, в любом случае, кто бы в этой битве их не победил, мы получим опыт, скорее всего. Понять бы, есть ли среди них хоть один дружественный и помочь ему. Но, кажется, они все враждебны, да? Этот враждебен, враждебен и... Два элементали воздуха тоже не хотят нас видеть. Хорошо. Вопросов вообще нет. Ай. Кроме того, почему мы промазали. Отлично. Один готов. Выйди, пожалуйста, из огня, подруга. И призови паука вот сюда. Паук это у нас земля, здесь воздух. Ну, в принципе, нормально все должно быть. Мадора. А ты можешь... Ммм. Там два целых элементали воздуха, но один из них проклят. А, давайте тогда... Ай. Я думал, она влетит. Я не тот сфер саюзал. Во, а теперь она влетит. Так. Дункан. Ну что ж, Дункан у нас, на самом деле, передавик. И вряд ли они что-то смогут элементалью огня сделать. Потому что сейчас элементалья холода. Ну, элементалья льда мы сейчас прибьем. Я надеюсь. Да, спасибо тебе, полок. И поползем к элементалью воздуха. Он поскользнул. О, оглушение. Вот это вот неприятная функция у них есть. Эх. Ладно. Ну, у... Бердадир на этот случай есть защита от элементов. У Лункана на этот случай есть щит молнии. Так что, в принципе... Все, совсем плохо быть не должно. Кстати, к слову о поглощении стихи. Давайте его заюзаем, а? Оно нам поможет. Ты, подруга. Кинь нам на всякий случай хп, потому что ей все-таки влетело. Правда, часть из этого урона пришлась от огня, в котором она стояла. Дункан. Дункан. А элементали воздухом, а воздухом вряд ли повредит. А вот огненный шарик. Они, скорее всего, порадуются. Если увидят под собой, да. Ну и вперед давайте продвигать наших потихоньку. Потому что наша пати вся отрезана от вот этих вот событий плюс Мадоры. Ну, к счастью, врагов, наконец, заинтересовал полу. А Нин Дункан тоже немножко улетела. Расколотая стрела. Да, у нее же урон делится на количество участников. В данном случае количество участников было довольно-таки скромно. Чуть вперед. Мадора. Она может не дойти. Хотя дойдет. Еще нет. Ну, и первым делом, даже Мадора пусть у нас погорит немножко. Эй. Да, Дункан запустит опять свою очищалочку. Очищалочку Дункан. Золото. 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 Сущность земли. Золото. 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 Сущность воздуха. Все вроде целы. Ну, Мадора немножко ранее. Ну, ладно, так и быть. Давайте ее долечим, да. Полного здоровья. А, тут смотрю, чем дальше, тем больше все-таки элементарий. Но у нас с вами задача прибить непорочный. По-моему, да. Или элементарий огня. Сейчас разберемся. Что у них тут за кусочек? И согласен кто-нибудь из них нам помочь? Нет. Все враждебные, но они при этом и враждебны друг другу. Ага. Ну, здорово. Элементарий земли нам с вами устраивает масло, а элементарий огня, я так понимаю, сейчас нам устроит огонь. Прямо под нас. Такие, типа, сражались друг с другом, мы вбегаем, типа, ребята, что вы делаете, не надо. Такие, а? Да? Вот так? Вот так. Сволочек. Хотя бы опыт весь идет нам. Вот с холодом у нас, кажется, похуже ситуация обстоит. Ну, благо у нас есть и другие элементы. Точнее, у нас есть, по сути, все элементы. Раз. Бердад Дербалл в огне мы стоять не будем. А вот расколотая стрела у нее показалась себя в прошлом бою просто прекрасно. Да. Мадора. Ну, Мадора, в принципе, себя прекрасно показывает. Давайте она крикнет боевую кричал. И влетит в элементаре огня со всего размаху. Бум. Он даже упал. Что было не свойственно, кстати, остальным элементарям. А у Дункана... А у Дункана... Э, у Войн нежить. Когда... Дела в элементарях. Я теперь начинаю расстраиваться, что я Ника дал Дункну. Потому что Ник стоит дешевле, чем Палук. И, в принципе, у нее есть силушки. И мы могли бы дать его Кларель. Когда бы у Кларель было бы два самонаука. А кто же знал, как дела обернется. Фух. Упорные, конечно, эти ребята. Но у нас тут не нравится то, что сейчас пошло такое довольно-таки размеренное прохождение. У нас давненько не было ситуации, когда... Ой, жопа, жопа. Все плохо. Надо загружаться. Нет, идем себе, идем. Мадоркин. Ну, попробую его хулаком сокрушить. Благо, элементарь земли его заметил. Вот за что спасибо. Как бы финальный его... Этот дембельский аккорд. Нам сгодился. Сюда подходим. Так. Дункан. Вперед. Значит, даже тормадо сейчас запустим. Чтобы вот этот вот подчистить немножко. Во. Совсем другое дело. Бэрда от Дир. Ты можешь... Можешь в него прицелиться, а? Кажется, не очень. Она сейчас вот сюда выйдет. И вот отсюда... Я не понимаю. Он как-то... А, вот. Он немножко расщепился, и по нему стало не попасть. Ну, то есть, его даже тело-то не найти. Ну... Ладно. Давайте подождем, пока он соберется. Либо Мадора может зайти вот сюда и пустить вертушку. Во. Нашли хотя бы тело. Вообще, задача, конечно, та еще. Ммм... Ммм... Блин. Как мне среди вот этих вот размазанных текстур найти точку прицела, а? Скажите мне на милость. О! Все, Дункан справился. Дункан молочи, но и мы с вами продолжаем получать эксплуат. Так. Ну что? Где-то должны быть непорочные, которые только и делают, что ждут нас. Вот здесь... Слушайте, вот тут еще целая... Целая эпопея, судя по всему. А что здесь вообще за история происходит? Ммм... Ой. А! Тут все перегружено стеной. О! Колодец. А! Слушайте. Здесь мы можем спасти колодца брата. Я думаю, этому мы светим следующий эпизод. Потому что колодец брат у нас... Квест есть. И было бы здорово все же объединить этих двух ребят. Пу! Тут так незаметно ящик стоит, немножко заснеженный. И в нем синее кольцо, которое опять окажется бесполезно. Которое опять оказывается бесполезно. Ммм... О! О-о-о-о-о! Вот, кажется, и тот бой, которого мы ждали. О-о-о! О-о-о! А здесь все серьезно. О-о-о! А здесь все серьезно. Это может быть как раз тот самый финальный бой эпизода. Они нам что-нибудь хотят сказать? Вряд ли. Вряд ли. Тогда бы я начал с непорочного заклинателя. Давайте на Халтай, раз у нас есть шанс, оббафаемся. Здесь поглощение стихии не пригодится. Лучше вот этот аватар удачи. А здесь давайте... Давайте вот это. Ну, кидай. И Дункан может начать бой, кинув огненный шар, например. Ну. Отлично. Ну и знаете, что бой начался за здравие, а потом все резко пошло не так. Поэтому давайте выставимся вот где-нибудь здесь. Дункан от всех отделится. Дункан. И пойдет пулить. Мадора тоже от всех отделится и встанет вот здесь у ступенек. Вы вот тут стоите. Попробуем местность в нашу пользу использовать. Блин, почти нам удалось. Потом вышел гад, который заморозил Дункана. И все нам испортил. Ну и давайте у них невысприимчивость к огню мы помним. Но вот, по-моему, у этих ее нет. Или можно вот так. В общем, любой способ начать битву, он нам вполне себе подойдет. Главное теперь, чтобы Дункан успел заюзать пирамидку и оказаться снова в центре нашей пати. Да. Дункан успеет это сделать. Дункан. Ого. Так. И все остальные теперь подключаются к бою. А Дункана и Мадору можно на цепи повесить. В хорошем смысле. Мадора. Кричалочку. И, в общем-то, я думаю, они будут спускаться вот сюда. Вот здесь мы будем их ждать уже. Во всеоружии. Ну и если они будут выходить к нам плюс-минус по одному, то как раз по одному они будут бодро гибнуть. Потому что сейчас кто-нибудь из них начнет бафаться, еще что-нибудь. В общем, у нас будет запас времени. Плюс мы сможем установить какую-то зону вредных стихий. Типа там масло разлить, какой-нибудь огонь кинуть, яд кинуть. Ну, в общем, все такие вещи. Так. Да, ну и приятно, что у нас есть этот бой. Потому что, как я говорил, уже как все шло слишком, слишком хорошо и душевно. И тут, наконец-то, мы смогли погибнуть. Немножко звучит странно, я понимаю. Но. Короче, сложности нас укрепляют. Кларель, отойди. Нам главное не кучковаться особо. Просто там мы это особо сделать не могли. Здесь мы можем позволить себе. Так. И главное, все-таки поглощение стихий. Во. Кайф. А, оно на одну цель. Мадора стоит, ждет. А Дункан призывает огненного элементария. И чуть отходит в бок, тоже стоит, ждет. Главное, чтобы они через вот эту стену нам ничего не могли кидать. Если это условие будет соблюдено, у нас все с вами должно быть хорошо. Но волки-то точно нам ничего не смогут кинуть. Во, лучник. Давай, давай, дойди. Немножко. Немножко ей не хватило. Стоп. А нам хватит. Есть. Лучники, кстати, немного раздражали. Поэтому, Мадоры, может, есть смысл выйти, надавать им. Ну, этому лучнику выйти. Ну, видите, они тут друг друга издалека бафают. И тот, кто бафает, начинает отставать от пати. Должен, по крайней мере. Сколько же у них ходов у тварей. Ладно. Предположим. Ну, как минимум, один из них встал в огонь. Ненадолго, но... Что? Что ж такое-то? Что-то вариант не лучше. Да уж. Так, что мы можем сделать? Паук. Ну, цель вне зоны видимости. Хотя бы мы знаем, что у нас вот это вот ограничивает зону видимости. Паук только опустился, уже охлажден. Бердадир. Вот сюда чпок. К сожалению, урон между ними всеми распределяется. Поэтому он получается немножко смешной. А-а-а, Мадора умеет. Ну, знает толк возвращения. Ладно. О-о-о. А вот теперь вертуху, чтобы точно его добить. Да, стрелок готов. Этим двум досталось. Мах. Ой, мах. Элементарь. Фигачит жреца. Прекрасно. Дункан, что ты можешь сделать? Давайте, Мадоре, кинем усиление. Вот это нам точно может помочь. И может быть... Нет, наверное, нет. Наверное, нет. Что еще мы можем сделать? Мы можем молнией в этого жреца офигануть. Готово. Отлично. Ну, и я не стал показывать прошлый бой, потому что мы его проиграли. Но фишка прошлого боя была в том, что мы всех сильно ранили. Хотя я постоянно повторял, что надо добивать, надо добивать. Но в итоге так никого и не убили. Здесь мы пока что двух из тех, кто к нам пришел, уже умудрились заколбасить. Так что этот бой пока что идет гораздо лучше. Наверное. Я очень сильно боюсь сглазить, потому что в прошлый раз я тоже такого. Все, победили. Тут выходит холодомак. И замораживает нам Дункана и Клары. И у нас с вами не остается ни вариантов подлечиться, ничего. Модора вроде в этот раз не стоит ни в каких станах. Так что... Так что все еще возможно. Они тут сосредоточились вокруг нашего полука. Там еще кто-то вдали остался, да? Кажется, да. А, там невидимый еще бегает чувак. Ну, а все, кто выбегут на нашу пати вот здесь, они... Они станут целями кучи дружественных заклинаний. Например, вот такие. Ну и нам остается только ждать хода Модоры. Хотя при этом мы можем продолжать постреливать. Нам никто не мешает. Модора. Поскольку холодомак показал себя как серьезный оппонент, давай-ка именно с ним мы сейчас и разберемся. Отлично. Слушайте. Наверное, самым опасным мы с вами... Все. Так. Элементаль у Дункана взорвался, поэтому вызываем вот так вот костяного маха. Прекрасно. И форчу можно накинуть на дуэлянта. Ну, чтобы это... Чтобы он особо не взорвался. Модора начинает кусать, но давайте с камнемагом дальше. А если в имени есть маг, это значит, что это наша цель номер раз. Кстати, заклинатель. Там нет слова маг, но... Он, пожалуй, исключение. Так. Во. Заклинатель. А поскольку он еще и живой, то, скорее всего, он умеет кровоточить. Умеет, но у нас не получилось. Держи. Фу. Да, здесь в Комодоре целую очередь. Но, к счастью, их пока что почему-то больше интересует полуг наш. Ага. И гранаты. Да, у них были гранаты. Ну, страх на нас не действует. А, благодаря тому, что у нас Дункан лидер. Как мы вовремя взяли это лидерство, а? Хорошо, страх не действует. А как тебе охлаждение? Ой-ой-ой. Охлаждение действует наше. А, Бардадир. Да вы с заклинателем тогда? Оглушение. Прекрасно. Так. Так. Волки позорные. Бегут на нас. О, Мадора. О, Мадора. Дункан. Что ж, он может, кстати, волка передислоцировать. А может его ослепить. Слепота не действует. Просто посреди нас волка-то не нужен. Тут у нас немножко такой кастерский регион, поэтому... Мадора, кого ты можешь ударить? Дрессировщик? А Мак тут был. А, Мак сплыл. Ну, отлично. Тогда доби волка. А у него сил не хватает. А крик? Неотлип. А ты, друг. Ну что? Надо заклинатели этого дофигачить. О, почти. Почти. Ну, и надеемся, что Мадора будет держаться. Они начинают потихоньку выходить на нас. Но как-то он дорого заплатил за этот выход. Каменная броня волка. Ага. И благословление дуэлянту. Акаджи дуэлянт заморожен. Эй. Откуда у тебя еще ходы остались? Граната? Ну, правильно. Бей своих, чтобы чужие боялись. Это хорошая методика. Отлипла бы у Мадора вертушка. Так. Что тут? Что тут? Там дуэлянт, но ему надо до нас дойти. А здесь яд. Давайте кинем в него. Уж слишком яд хорош. Да. И вот так вот. Раз. Два. Бардадир. Давайте попробуем. Блин. Блин, блин. Столько врагов на самом деле. Ага. Во. Оглушили камнемага. Значит, можем о нем забыть ненадолго. Ехать. Ты, друг. Ну, доколбась его, а. Ну, пожалуйста. Готово. Еще один готов. А волк. Ничего не смог сделать. А Мадору грызут. Угу. Что у нас тут? Тут Дункан. Есть благословленный дуэлянт. Но. Я думаю, молния исправит ситуацию. Да. Молния исправляет ситуацию. Но ура. Мадора. Вертухи нет все еще. Есть лечение. Но пока мне кажется, рановато. Хотя у нее тут дофига врагов. О. Она может выбежать. Да? Цель заблокирована. Цель заблокирована. Что ж ты будешь делать? А кем она заблокирована? Она может просто куда-нибудь на территорию выбежать. У нее, кстати, перчи сломаны. Нормально вообще? Ладно. Кого мы здесь можем? Волк еще. Никакой почти. Так что давайте попробуем хотя бы от волка избавиться. От волка избавиться. Нормально, да? Пока у нас пати прибивает тех, кто выходит к нам по одному. Мадора там стоит и танкует всех. Ой. Ой. Так, ну после этой битвы полюбас нам чинится. Но я думаю, после этой битвы полюбас я просто скажу вам до свидания. А, я забыл про волку, которая рядом. Ну, блин, у нас не хватило. Или не забыл. Или не забыл. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Что у нас тут еще? Дуэлянт оглушенный? Этот оглушенный. Кого-нибудь Дункан к себе. Может призвать? Давайте. А, стоп. У нас этот чувак призван и сдох. Ну, самое время для зомби по имени Ник. Зомби по имени Ник. Мадора. Ну, ты один на один с дрессировщиком. Хотя она может крикнуть. Она может в этот ход крикнуть. И в этот ход она может себя пластырем залечить. 233 очка здоровья. Это больше, чем на ход боя. Будет полезнее. Потому что дохлая ман... Ну, да. Больше, чем на ход, но не на много. Так. Что ж. Что ж. Раз, два. Еще разочек. На бис. Ну, почти. Блин, Флорель надо расширять арсенал дамажащих заклинаний. Потому что половину времени она атакует своими вот этими вот жезлами. И это довольно-таки слабенько. Дункан. Давайте его вот так добьем. Невосприимчивость к огню. Точно. Точно, точно. Оглушение. Блин, я его подлечил в итоге. Если бы я его сразу этой фигней... О! Давайте вот так. Блин, дрессировщик крепкий. Скотина. У нас остались с вами очки действия. И... Малое изделие лечения. Но лучше, чем ничего. Оф. Да как же ты, Мадор, уколбасишь? Дрень такая. А мы можем ее подлечить вот так? Да, можем. Все, вопрос снят. Если мы подойдем к Ларею вот сюда куда-нибудь, мы сможем еще в следующий раз живую воду ее зацепить. Непорочный дулян. Бедный, он встанет, стоит. Сколько я его помню. И снова мы его, кстати, оглушили. Готов. Дункан. Ничего не отлипло, но... Я думаю, есть ли смысл этого дуэлянта подносить к Мадоре? Давайте его вот сюда куда-нибудь в яхту едем. Может, отравится. Так, Мадора. Увечим вот этого дрессировщика. Отлично. А что делает увечья? Непонятно. И... Тыч. Ай. Да, живая вода. Самое время. Во. Ну и Мадора снова залечивает раны. Бедная Мадора. Она уже наверняка... Как бы у нее в теле не осталось спусков ее тела, а одна магия сплошная. И снова оглушение. А нефиг быть мокрым. Вот что я вам скажу. А Дункан... Он просто тычок из посоха сделает, и, наверное, все. Готово? Готово. Опыта дают. Опыта дают, ребятушки. Вообще просто безумное количество. Мадоркин, ну покажи. Во! А почему я раньше не попросил ее показать? Если она сразу так на эту просьбу нам все и делает. Ну. Нет. Нет. Ну, Мадор. Готово. У Мадоры все вообще повреждено. Но кажется, желтым это, типа, скоро сломаются. Они уже сломаны. Так. Запустим ветерок. Мадора, зелье лечения для тебя. Вот тут лежит наверняка, да. Среднее зелье лечения. Надежный кольчужный шоссе. Зуб. Ничего хорошего мы, кстати, не нашли. Разрывная стрела. Граната, молния. Ладно. Еще одно среднее зелье. Задели магической брони. Золото. Снегоступы. Ну, у них никаких эффектов нет. Так. Проклинающая стрела Бердадир тебе. Звериная шкура тоже тебе пригодится. Аватер пуль. Ну, немножко золота. Прекрасно. Что я вам могу сказать? Что у нас здесь, кстати? Что-то можем покопать. Хм. Ну, давайте все это в следующем эпизоде. А пока что скажем спасибо Мише Лебедеву Тому, Мише Фромену Зуклике, Андрею Филетову, Максиму Воваеву, Константину Захарову, Алексею Смирнову и Эдуарду Бабушкину за то, что тебе продолжают поддерживать канал. Ну, и всем вам, конечно же, огромное спасибо, что вы приходите, смотрите эти прохождения. Мы с вами встретимся в следующем эпизоде. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока.